Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, о кино, о кино, показывая этого подобного. И сегодня я хочу рассказать об увлекательнейшей, на мой взгляд, книге, которая, конечно, специалистам, социологам, профессиональным историкам будет, может быть, не столь интересно, как мне, читателю достаточно наивному и неподготовленному. Всё-таки филология и история, а особенно практики социологических и общественных исследований современными методами, которые включают в себя и математику, и сложную методологию, это очень разные области. Я не подкован в этой сфере, и моё мнение – это мнение дилетанта, человека, который социологию изучал более чем обзорно. Нет, конечно, нам тоже говорили, кто такой Агюст Конт. Нам рассказывали об этом в общем курсе истории на филфаке, на втором, если не ошибаюсь, курсе. Прошло обезда лет, сменилось несколько жизней, говоря образно, с тех пор. И книга Вадима Долгова «Клио и Огюст». Клио имеется в виду муза истории, а Огюст имеется в виду тот самый Огюст Конт, который закончил свою жизнь и научную карьеру как религиозно-мистический фанатик, и о чём Долгов в прекрасном своём предисловии к этой книге и рассказывает. Вы понимаете, в чём дело? Имена многих знаменитых основоположников социологии и науки очень молодой, который на самом деле два с небольшим века, то есть чистого исчисления. Науки, претендующие на то, чтобы среди общественных наук быть точной, выверенной дисциплиной. Науки, которые, в отличие от гораздо более туманной истории, обращённой всегда к прошлому, всегда к источникам. А интерпретация – это процесс на грани художественного мышления, на грани творчества. Интерпретация источника для историка, я сейчас говорю, крамульные вещи, конечно, это священнодействие отчасти. Социология совершенно иное. Она обращена всем своим фронтом, всем своим инструментарием к настоящему. К тому, что можно наблюдать, измерить, экспериментально повторить, прямо здесь и сейчас, в том обществе, которое существует вокруг нас, в России, в Европе, в Америке, в Африке, значит, в социуме бушменов Австралии, пожалуйста, если хотите. Тут же вот в чём дело. Антропология изучает историю человека и человеческой культуры в целом, за всю совокупность. Социология же применима только к тем формам общества, которые документально фиксируются и которые поддаются вот этим точным методам. О методах и начинает говорить Долгов в первой главе, можно так назвать, вступления к этой книге. Понимаете, это один из самых занимательных, очень-очень простеньких, конечно, но чрезвычайно хорошо сформулированной, я бы сказал, чувствуется лекторская нотка. Но эта лекторская нотка – это просто твёрдая поступь, которая помогает укладывать материал в голове. Даже если вы более чем смутно представляете себе, кто такой Дюрк Гейм, допустим. И когда вы читаете это предисловие, вся история социологии раскладывается перед вами по полочкам. Пожалуйста, вот Мейо, вот Дюрк Гейм, вот Маслоу. Да-да, тот самый, из Древнего Египта. Просто про пирамиду Маслоу слышали все. Но немногие знают, что, во-первых, сам этот пирамид он не рисовал. Это придумали его ученики, обобщая опыт учителя, как пишет Долгов. И вообще, интерпретация этой пирамиды – это нечто совершенно отдельное, особенное. Социология внесла, социология настоящая, на передовом крае науки, то, о чём я говорю, находится. И это уже более позднее, чем исследование Маслоу, времена. Принесла очень много нового в ту модель, пирамидальную, которую он построил. Допустим, у нас базовые фундаментальные ценности в этой пирамиде находятся в самом низу. Казалось бы, они должны определять всё дальнейшее поведение, вплоть до самореализации, вплоть до высших ценностей, которые уже венчают эту пирамиду. Это, например, инстинкт самосохранения. Ничего подобного. Работники Института сельского хозяйства, если я правильно называю название этого учреждения, не хочу быть невежливым, не хочу быть невнимательным к памяти этих великих людей, весь коллектив умерли с голода, сберегая в блокадном Ленинграде уникальную коллекцию семян и клубни, собранную академиком Вавиловым. Эта коллекция – это величайшая ценность. Сейчас, в начале 21 века, это поняло всё человечество. Но тогда, в 42 году, они умирали один за другим, но не прикоснулись с запасом пищи. Что это такое? Не работает пирамида Маслова? Вот это, казалось бы, социологический закон. Вот об этом и книга. О том, как реальная история вносит поправки в теоретические модели, в то, что писали и в то, что наблюдали Майо и Дёрк Гейм, и позднейшие исследователи, и Вебер, и Маркс, в конце концов. И то, что реально происходит в различных обществах. Каждая глава книги – это исторический экскурс. Конкретно в Древнюю Русь, или в поздний социализм образца СССР такого-то года, или, допустим, в другое какое-то общество. Собственно, аннотация накидывает целый ряд таких наживок, таких приманок, которые призваны показать, как интересно смотрятся конкретные приложения социологических теорий, а методология тоже коротко освещается в этом же прекрасном предисловии, к конкретным моделям, вплоть до ответа на сакраментальные вопросы, откуда есть пошла земля русская, и чем мы отличаемся от наших братских и небратских нам народов. Я, конечно, ёрничаю, как вы понимаете, но это крайне страшно интересно. И несмотря на то, что в книге Долгова встречается вполне себе целыми страницами, вполне себе академическая полемика, которая, казалось бы, не должна трогать за живое широкого читателя, читается как детектив, читается вот просто так, что не оторваться, потому что знающий человек рассказывает, потому что человек с академической подготовкой рассказывает, потому что он совершенно не плавает в материале, что называется. Если он возражает конкретно, то это конкретный отсыл, как в последней главе, значит, который, может быть, ряд читателей привлечет в первую очередь, такая эдакая глава Серпы Молот Карачарова. Значит, поэтому, собственно, автором, видимо, в конец и поставлено. Там есть полемика, и эта полемика, по-моему, очень-очень интересна. Но вернемся к истории социологии. Так вот, смотрите, что бы мы ни думали по поводу этой науки, претендующей на точный математический подход к исследованию человеческого общества, ведь ее плоды налицо. Это и организация производства, и ее роль, роль социологии в новейшей НТР, в новейшей экономике и в новейшей истории человечества очень велика. Это и обратная связь, потому что история все-таки занимается прошлым. Обратная связь от прошлого, она, ну, скажем так, только в фантастике, в фэнтези, возможно, это великолепные совершенно прогнозы, которые сделали социологи. И в отличие от очень многих прекрасных теорий, вот чем прекрасна теория Льва Кумилева, она сказочно красива, она всеохватна, она очень интересна. Она, вот эта пассионатность, это то, что он изложил в этногенезе и биосфере Земли, это же совершенно великая вещь, да? Но это, по мнению многих знающих людей, историческая фэнтези. Почему? Потому что прогнозы делать невозможно. Прежде всего, наука отличается от любого теоретизирования, да, значит, и художественного мышления тем, что может спрогнозировать, да, не можем поставить эксперимент, допустим, звездной астрономии, экспериментов не ставит, ну, не умеем мы звезды зажигать и гасить по своему желанию. Зато мы можем наблюдать, и наблюдатель очень многое узнает о мире на всех его стадиях, эволюцию, развитие звезды. Мы можем предсказать, и можем с точностью, с уверенностью сказать, что будет с той или иной звездой через столько-то, значит, десятков тысяч, миллионов и миллиардов лет. Вот так вот. Можем? Можем. Наука это позволяет. Вот и социология позволяет. И, как говорил один из любимейших моих персонажей, королю Артуру, знаменитый Янки из романа Марка Твена, вы знаете, с нами предсказателями все наоборот, вроде подзорной трубы, обернутой другим концом. Значит, чем ближе какое-то событие к нам по времени, завтра, допустим, в четверг на следующей неделе или в будущем году, тем более смутно мы его видим, очень сложно предсказывать. Чем дальше от нас событие, на сто лет, на тысячу лет, да, тем мы яснее можем его извагать. Вы знаете, теми же, по-моему, и Хаджан Асредин пользовался, значит, в знаменитом эпизоде про Ишака и Падишаха, значит, теми же разумениями пользовался и Хаджан Асредин. Но притчи притчами, басни баснями о социологии – это страшно интересная вещь. И я очень жалею, что я очень мало о ней знаю. И несмотря на совершенно закономерное раздражение многих специалистов от этой книги, которым покажется, что она вульгаризирует там где высокую дисциплину, ну, мне так представляется, я же провожу очень шаткую аналогию с чисто филологическими вещами, да, которые я вижу просто как человек, который изучал языкознание, пусть недолго, но изучал. Вот эта книга будет раздражать специалистов, а на эту книгу они внимания не обратят, потому что чихать они хотели на дилетантов, которые пишут общеобразовательные вещи. Вот книга Вадима Долгова совершенно другого плана. Мне кажется, это действительно ласточка, которая говорит о будущем синтезе двух наук, о великолепных достижениях, которые этот синтез нам даст. И точные предсказания, и понимание того процесса, который приходит в нашей жизни, и в конце концов преодоление опасных ловушек и страшных пропастей, которые ждут человечества, и которые только наука поможет нам преодолеть. Спасибо за внимание. Читайте интереснейшая научно-популярная книга от издательства Местер История.